Я Екатерина Эммануэ Лидия, волонтёр организации Здоровое поколение. Это с детства всегда была такая потребность оказывать помощь. А потом я, человек приезжий, приехала сюда с Таджикистана. Это тогда горячая точка была в 1991 году, когда союз развалился. И очень много я видела проблем, которые в семьях, дети оставались без родителей. Мы занимаемся духовно-нравственным воспитанием, потому что это формирует правильную систему ценностей. Дети очень положительно относятся, они ждут. Многие из них никогда не слышали о самых элементарных ценностях в жизни. Что такое дружба, что такое любовь, что такое ответственность, как справляться с одиночным, что такое кризис. В детских домах дети до такой степени отчаявшиеся. И вот по ходу этих занятий просто наблюдаю, что меняются дети. У них отношение к жизни меняется. К окружающему миру, к стране, в которой они живут, к родителям, которые их оставили. То есть у них тоже такое, ну, тёплое, всё равно отношения, их прощают. У нас есть такая программа «Ладья» называется. Вот эту программу составили вот как раз-таки педагоги, психологи, наркологи, психотерапевты, священники страны нашей. Последнее мероприятие было, мы рисовали ангела. Вот они у нас, красивые. Мы их только обозначим, что они здесь есть. Пока ребёнок рисует, мы подходим к одному, к другому, к третьему и спрашиваем, как у тебя дела, как твое душевное состояние, какие у тебя события, да, какие у тебя мысли. В общем, тут, скажем так, несколько моментов в одном мероприятии. Многие дети мечтают, чтобы их родители оздоровились, как-то взяли себя за ум, хотят домой, несмотря на то, что дома очень сложно. В этом году мы получили очень, ну, рады мы признание такое, скажем так, от нашего государства. Это президентский грант и областной грант. Очень благодарны. Хотелось бы, чтобы люди, граждане нашего города, нашей области, блин, ну, немножечко поактивнее, ведь это слишком много времени не занимает. Мы готовы обучить, мы готовы поделиться знаниями, мы готовы рассказать и показать, как это, вот, для того, чтобы, ну, сделать, ну, немножечко легче, немножечко теплее, немножечко отраднее жизни тех детей, которые находятся в социальных учреждениях. Мне хотелось бы сказать, кто, если не мы.